Беспринципные чтения Беспринципные чтения выступают Вообще сам проект очень крутой Когда литература выходит на сцену Она не становится чем-то таким интимным Как раньше, когда мы Один на один оставались с книгой Нет, это тоже очень важно И очень хорошо Но в таком формате, когда на одну и ту же историю Несколько десятков людей Могут переживать одну и ту же эмоцию На мой взгляд это очень сильно Я очень люблю классику, но это не значит Что мы не должны быть в современном контексте Обязательно нужно знать и то Что происходит в литературе сейчас Потому что она изменяется Появляются новые формы Новые лица Я периодически хожу на беспринципные чтения Вот те, на ком я был Они с душой читают И в некоторые моменты прям цепляют И заставляют переживать Сегодня это такой вечер Когда каждый может Побыть и услышать самого себя И, наверное, это и есть Про ощущение жизни Когда ты чувствуешь себя И понимаешь, что тебе важно А не то, что навязывает вокруг Окружающая действительность Основатель проекта Беспринципные чтения Александр Цыпкин Был в Челябинске минувшей осенью На этот раз город встречал Двух других популярных авторов Редактора журнала Максим Александра Баленкова И лауреата премии Русский букер Александра Снегирева Любимое место моего приятеля Застекленный балкон Уже не квартира Еще не улица Промежуточное пространство Истинное Частилище Между мирами С балкона он обозревает Покоренный город Словно император На балконе он позволяет себе Слабость и сигаретку Ага и рюмочку Жизнь у него была бы безупречной Если бы Не одна деталь Мама Читаю Чувство гордости Способствует выработке Дофамина и серотонина Это уже интереснее Чем, я думаю, Погордиться для разминки Жизнь моя Как бы это сказать Не самый подходящий Материал для гордости То есть для чего другого Может изгодиться Ребенка напугать Врача заинтересовать Для гордости не очень На мой взгляд, например, Литература Это не книги Не то, что не столько книг А вообще это не книги Это скорее такая стихия Которая Находит в себе Обличие под стать эпохи И сегодня у литературы Очень много обличий Это и блоги И я, например, считаю, что И компьютерные игры Там очень серьезная Литературная составляющая Уже даже не обязательно текст Не обязательно текст Но, строго говоря, Сторис в Инстаграме Если они сделаны Интересно и осмысленно То там три слова Комментария К короткому 15-секундному видео Вполне могут конкурировать С японскими стихотворениями Но если это не Если там есть хоть какой-то смысл Что не часто бывает Но, тем не менее, жанр Подталкивает нас К вполне себе работе Поэта такого Когда мы сторис заливаем Другое дело 99% людей, которые это делают Наверное, не думают об этом В наше это время В 21 веке Писанный текст на бумаге Который живет больше, чем 5 минут Это прямо удивительно Потому что у меня До того, как мы начали Делать эти литературные чтения Было ощущение, что есть Вот сегодняшние тексты Которые там Не сильно отличаются От сообщений в WhatsApp Это в соцсетях Это газеты Это информационные Сейчас же время Такое информационное Больше текстов Вот они живут там Как бабочка Один день Либо это сразу Уже там Какие-то столпы Типа там Акунина Вот массовая Большая литература Окей, Пелевина и Сорокина А между ними Очень трудно Куда ты Там почти нету Ни потребности Ни предложения Туда воткнуться И я уж точно Не претендовал Работая журналистом В журнале Окей, твой текст Живет может не день А месяц Пока номер Продается И вдруг оказалось Что эти тексты Которые ты все равно Очень стараешься Когда пишешь На день они Или на месяц Имеют некую ценность Достаточную для того Чтобы быть повторенными Со сцены И это кому-то нравится Это В общем огромное Я считаю Даже Для самих текстов Событие Что они еще способны На это Что тексты Могут привлекать людей Слух ли они Прочитаны Или с листа Что они нужны Что все-таки Не все еще Ушло в картинку Популярность Этого литературного Формата Не вызывает сомнений Рассказы В исполнении автора Прижились Полюбились Или как сейчас говорят Зашли Еще и потому Что это сильно Отличается От всего Что представлено В информационном Пространстве И какой бы сложной И насыщенной Не была Видеокартинка Потребность В живом общении Остается всегда